Ильсур Медшин сразу начал с объяснения, откуда взялась необходимость строить мусоросжигательный завод. Так мусора в столице образуется все больше и с ним что-то нужно делать. Объемы мусора колоссальные. Мы с вами вырабатываем в год 600 тысяч тонн мусора. На сегодняшний день вокруг Казани под свалками официальными уже 115 гектар земли. Выход строительства мусоросжигательного завода. Такое под Казани должен появиться в рамках российской пилотной программы. Еще четыре хотят построить в Подмосковье. За основу взяли проект швейцарской и японской компании. Таких заводов реализовано 600 в мире. 35% рынка они занимают во всем мире. 200 построены в Японии самой, 200 в Западной Европе и 45 в Соединенных Штатах Америки. Воспринимать, если это глазами не видеть, очень тяжело. Но когда мы приехали в 26-ти градусную жару и подъехали к заводу, и я только по трубе бликом видел, что завод работает, а в 400 метрах детский садик, в 500 метрах жилой поселок. И все же по поводу подобных предприятий у собравшихся немало опасений. О них и спрашивали мэра. Почему с самосыр бы не начали? Подкнули бы туда эту печку? Хорошо. Вопросы нет. Я вам отвечу. Строительство такого завода требует, кроме колоссальных средств, это порядка 23 миллиардов рублей, которые нам выделяют инвесторы, огромное количество электроэнергии, газа, воды, канализования и соответствующих дорожной инфраструктуры, которые не во всех точках Казани есть. Поэтому выбрана эта площадка. В Москве есть три мусоросжигательных завода. На сайт мосрокомониторинга поступило более 500 звонков с района МСЗ-4 о том, что там невозможно дышать. Мусоросжигающих заводов того уровня и той технологии, о которой сегодня мы говорим, в России нет. Ни во Владивостоке, ни в Москве. То, что вы привели в пример, это кирогазы вчерашнего дня. Вы нам говорите, мы вам поставим фильтры хорошие, никакого вреда. А давайте вы свою семью в радиусе 5 километров поселите около этого завода, пожалуйста. У меня четверо детей. Достаточно будет, если один из них там будет жить, Николай. А я буду приезжать на выходные и ночевать там. Вдобавок к обязательным экологической и государственной экспертизам и проведению международной оценки, о которой заявил Рустам Мениханов, Ильсур Медшин предложил еще замерить состояние экологии на месте заводов в разных частях мира и сравнить ситуации в Казани. А самых активных участников встреч Ильсур Медшин пригласил в состав рабочей группы по разработке будущего завода. Я предлагаю вам войти в группу и вместе, когда мы будем иметь замеры нынешнего состояния воздуха и в том числе в Приволжском районе, если вы захотите, и сравним с действующими заводами. Сегодня встреча в формате вопрос-ответ шла около двух часов. Все невысказанные обращения Ильсур Медшин предложил оставить для следующего публичного обсуждения. Заседание рабочей группы обещали проводить максимально открыто. Вопрос, насколько вот эта рабочая группа, которую предлагает мэр, вопрос, насколько у нее будут полномочия в решении вопросов. Мы сделали какой-то первый шаг, чтобы они нас не слышали. На 14 апреля намечена уже встреча рабочей группы с представителями компании-инвестора завода. Они должны представить детальную характеристику своего предприятия. Дмитрий Оригин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин